Уповай на Господа. Уповай на Господа. Действительно, это было правдой, что я три раза прощался с жизнью. Это были критические моменты в моей жизни. Сейчас, мне кажется, даже самому мне в это верится с трудом, но это было действительно так, то, что я пережил практическую жизнь. И то, что Наташа рассказала, даже вот этот момент, когда у меня останавливается сердце, а почему? Потому что у меня как бы уже кровь, она как бы загустела. И это так получилось, что действительно наш дом возле молитвенного дома. И когда уже я в собрание не пошел, я был дома, и мне стало плохо во время собрания. И поэтому побежали туда позвать медсестру. Ну, а как позвали медсестру, то уже и собрание, и пастор, все прибежали. И весь молитвенный дом, этот человек, 300-400, они молились, криком кричали. Весь поселок это слышал. Волосы поднимались от этой молитвы. А они приходили, кто-то молился, кто-то растирал руки, кто-то ноги, потому что они просто становились холодными. И потом уже это медсестра сказала, что надо пить воду, пить воду. И она поставила такую банку, 3 литра, и потом врач мне сказал, что если бы ты ее не выпил, то тебя бы не довезли, потому что кровь была очень густая, и она как бы не давала циркуляции. Ну, это был только один момент. Но слава Богу, что и это все закончилось, и это все было пройдено. И во всем этом мы просто видели много милости Божьей. Если даже взять за эту Африку, то попасть из Украины в Африку, это просто невероятно. Это практически невозможно. Но правда была в том, что в критическом моменте он вошел в дом, и он сказал, вы должны взять справку, что тебя можно транспортировать. И только тогда мы тебя заберем. И врач дала эту справку, а когда мне привезли туда, то я 8 суток был днем и ночью на капельнице. 8 суток, пока они просто привели в чувство, а потом еще уже дальше профилактическое лечение и все остальное. Но я говорю, слава Богу, что все это позади. Действительно, Бог наш, Он весьма милостив, и Он может делать невероятные вещи, и мы всегда можем полагаться на Бога и доверять Богу. И я хочу, чтобы все, кто присутствует сегодня в этом зале, просто уповали на Бога, несмотря ни на что, и ожидали помощи, защиты и избавления от Бога. Просто я это знаю на основании Библии, что этому Иисусу Христу стоит доверять. Я это знаю с практической жизни. И давайте вместе почитаем 45-й Псалом. Я хочу, чтобы вы увидели некоторые стихи. Здесь говорится о том, кем Бог является для Божьих детей, кем Бог является для своего народа. 45-й Псалом Давида вы можете открыть, и я думаю, что вы увидите некоторые стихи и услышите их. Я читаю со второго стиха, здесь написано так. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Послушайте, это ответ на вопрос, кем для нас является, кто Бог. Значит, здесь написано, Бог нам что? Прибежище, во-первых. Во-вторых, сила. А в-третьих, скорый помощник в бедах. Скажите, пожалуйста, что еще надо? Если надо скорая помощь, Он не опаздывает. Если надо сила, Он может дать, и Он укрепляет. Если надо прибежище, если надо просто помощь, и ты не знаешь, куда обратиться, то Библия говорит, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Следующий стих говорит так. «Посему или поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Послушайте, люди пытаются заглянуть в будущее, а некоторых и настоящее смущает. Да или нет? А что же будет дальше? Или мы думаем приблизительно так, если сейчас тяжело, то что ожидает наших детей или внуков? Правда? Серьезные вопросы. Кроме того, здесь написано, «Поэтому ввиду того, что вы имеете, мы имеем такого Бога, мы не имеем оснований для страха». То есть, это не значит, что тебе страшно не будет. Будет, но ты не должен бояться. Страхи, они будут делать свою работу или устрашать, но ты не должен бояться. Поэтому не убоимся, а дальше хотя бы поколебалась земля. Скажите, пожалуйста, вообще, что это по сравнению с кризисом? Если земля колеблется, это уже серьезно. Хотя бы не поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Вы представляете? Это просто... Гор просто не стало. Дальше. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Пусть это происходит, другим словом, пусть это продолжается, но ты не должен бояться. Ты не должен переживать. И вы уже невольно спрашиваете, неужели это возможно? Среди этого хаоса, неразбереги, среди этих каждодневных, можно сказать, каких-то волнений, тревог, в конце концов, среди этого экономического кризиса, неужели это возможно? Скажите, да или нет? Можно жить этой жизнью? И смотрите, Давид отвечает, как этой жизнью можно жить? Почему мы не должны бояться? Если вы хотите этой жизнью обладать, смотрите, как там дальше написано. Он отвечает на этот вопрос. Как это возможно? И мы уже читаем пятый стих, там написано так, «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог среди Его, Он не поколеблется. Бог поможет Ему с раннего утра». Почему мы не должны бояться? Потому что речные потоки веселят град Божий. Мы не боимся не потому, что нет основания для страхов, или нет оснований для сомнений, или потому, что все улыбается нам, а потому, что речные потоки веселят град Божий. Другими словами, среди всего этого шума, неуверности и тревоги течет спокойно река жизни, которая приносит веселье, жизнь и мир. Еще раз обращаясь к этому слову, хочу вам сказать следующее. Мы пережили это практически даже на последнем кемпе. Мы пережили, как это работает, речные потоки, как они веселят град Божий. И наша задача, чтобы войти в этот поток, увидеть этот поток, войти в этот поток и послужить благословением для окружающих во имя Иисуса Христа. Речные потоки веселят град Божий. Я не знаю, какое ваше отношение к церкви, не хочу вам сказать с очень большой уверенностью. Сейчас бегите в церковь, и через год, и через 10 лет. Это укрытие для твоей и моей души. Здесь мы имеем то, чем мир не может обладать. Мы имеем реальное присутствие Божие. Здесь течет живая река жизни, которая оживляет дух смиренных, которая приносит исцеление, жизнь и мир. Речные потоки веселят град Божий. Единственной заботой каждого христианина и всей церкви должно быть именно вот это, о чем я сейчас говорю. Я хочу вам сказать, что давление, страхи, они усилятся. Море житейское, оно будет неспокойным, как никогда. И люди будут в поиске какой-то безопасности и защиты. Они будут переезжать они будут путешествовать, они будут искать безопасные страны, они будут заняты тем, как обезопасить себя и свою семью. Но я здесь, чтобы сказать, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Поэтому не убоюсь, что сделает человек. Еще раз читаю сначала, Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Нуждаешься ли ты в этом, ты можешь это иметь. И ввиду того, что ты это имеешь, поэтому не убоимся, не будем бояться, потому не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. когда вокруг тебя все будет трястись, когда сам Бог потрясет и землю, и небо. Будущее за теми христианами, которые будут сохранять спокойствие и мир. Как это возможно? Потому что упование их кто? Сам Бог. Аллилуйя. Еще раз, я очень хочу, чтобы мы поняли это, и нашей основной заботой было, чтобы эта река, этот живой поток, он не останавливал своего движения, чтобы мы были не дамбой или плотиной, но чтобы мы были каналом благословения для других, чтобы в Доме Божьем была пища, чтобы народ Божий находил здесь успокоение, жизнь и мир, чтобы слабые они оживали, а больные исцелялись, чтобы слабый вскочил, как олень, во имя Иисуса Христа. Это наше будущее, это то, к чему должна стремиться церковь. Запомните, что Дух Святой, он в первую очередь движется через Слово Божье, и поэтому не может, не может, другими словами, он не может течь через тех, кто не пьет эту воду, кто не упражняется в Слове Божьем, кто пренебрегает Словом Божьим и Библией. Нам важно знать, как в этот поток войти. Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки, воды живой. Сегодня Бог говорит что-то нашему сердцу. В Библии написано, вот поток Божий, праведные войдут в них. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Онный. Вот поток Божий, праведные войдут в них. О Господи, помоги нам, чтобы мы, приходя в Дом Божий, находили то, ради чего Он был построен самим Богом. Чтобы мы находили действительно и получали то, в чем мы жизненно нуждаемся. Друзья мои, может быть, пройдет время, вы вспомните это слово. Пожалуйста, обратите на это внимание. Это очень и очень серьезно. Если не будет потоков, если будут только капли, то и радости, и упования будет очень мало. Но есть Бог на небе, который может утолить твою жажду. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! И я мог бы много говорить, но сейчас уже нет времени. Я хочу вам сказать одну деталь, и мы помолимся. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. Уповали и не оставались в стыде. Я вам сказал на основании Библии, почему важно уповать на Бога. Мы вам говорим из личного опыта. И я могу сказать из опыта моих родителей, ваших родителей. Вообще уповать на Бога, это положиться на Бога. Мне однажды понравилось, как вышел Артур, помните, когда Тимур приезжал? И он показал, когда один падает, а другой его держит. Кто тебя держит? На чем построено твое основание? Действительно ли твоим упованием является живой и вечный Бог? Я расскажу вам вот такой пример, когда это было в жизни моих родителей. Гонения тогда были серьезные во всех направлениях. И однажды так случилось, когда мы были еще маленькие. У родителей нас было пять детей на то время. Один меньше другого. Я еще в школу не ходил. И так случилось, что сгорел дом. А как он сгорел? Получилось так, что мои меньшие, одному было пять, а другому три. Они игрались спичками. В это время отец был на работе. А мать, будучи вместе с сестрой, она пошла на вызов очередной. И я пошел с ней. Не знаю почему. А эти меньшие остались дома. И там дом был обложен таким, я не знаю, к форосу таким, как утепляли дома. Кто-нибудь понимает о чем? Специально от пола до потолка. Не знаю, теплее становилось вот это или нет. Но так делали иногда люди. И вот эти малыши игрались, и они подожгли дом. Когда это произошло, приехали пожарные. Тогда еще пожарные на лошадях передвигались. Приехала такая пожарка на лошадях. Серьезные мужики начали работать, качать воду. И показалось, что это было как имитация, потому что воды там люди так и не увидели. Благо, мужики сельские, то они не ждали, пока она заработает. Они за ведра, колодец, и давай таскать это все на крышу. Когда этот процесс закончился, то крыша полностью сгорела, и дом, и окон уже практически не стало там. И потолок, он проговорил, что в некоторых местах были дырки. И, конечно, пять маленьких детей, родители верующие. Значит, обращение за любой помощью, говорят так, откажись от Бога, завтра будем начинать строить новый дом. И вот родители, отец ходит там, обращается в сельсовет, куда-то они говорят, вот хоть куда обращайся, подпиши бумагу, что ты отказываешься от Бога, значит, мы что-нибудь поможем, а так никакой помощи. А он просил у них немного соломы, просто, чтобы прикрыть дом, чтобы дождь в дом не шел. И не дали. Нет и все. Условие только одно. Вот если подпишешь вот эти бамы, значит, поможем. И, значит, выбора не было, и поэтому дождь шел прямо в дом. И я просто был свидетель, когда просто все, все, что называется посудой, ставили в определенных местах, когда шел дождь. А потом, это было летнее время, а впереди зима, и не было выбора, поэтому отец переделил сарай напополам. И во второй половине сделали такой из досок на стил, высотой где-то метр, один метр. И мы просто открывали дверь туда, заходили и залезали, и там жили и спали. Вот приблизительно два года вот я был в этом сарае. Почему? Потому что я помню, в первый класс я шел именно с этого сарая, меня торжественно провожали в новом костюме из сарая. Я это хорошо запомнил. И, ну, казалось бы, в этой ситуации, ну, уже как бы, ну, нету никакой надежды. Никакой надежды. Но, как говорится, значит, беда одна еще не приходит. Обычно идут какие-то еще усложнения. Вот это в ситуации я вам рассказал. Церкви тогда были маленькие, чтобы что-то помочь реально, тоже было очень непросто и сложно. И, значит, как через какое-то время, просто отец работая, просто получает травму, он не перевозил лес, и во время транспортировки лес этот разрушился, а он был наверху, и его переломало полностью, и он просто стал недвижимый. Они то же самое говорят, вот подпишите бумаги, значит, откажитесь от Бога, значит, мы вам будем поймать, нет, живите как хотите. А потом, когда и он, и здесь ничего не сдается, значит, следующим этапом они маму уволили с работы. Она просто работала, медсестрой хорошо работала, они нашли таких негодных людей, которые написали там какие-то письма на этом основании, а ей сказали, ты можешь работать только с животными, с людьми, ты работать не можешь, так как ты христианка, ты лечить людей не можешь. И я помню, она брала самого маленького, не знаю, кто был, едет в Киев, в правительство, да, и говорит, вот у меня пять детей, вот меня выгнали с работы, и тот пишет резолюции, восстановить немедленно. Приезжает в район, а те не дают работать. Она снова берет этих малышей, едет туда, те опять дают команду, что пожалейте, помилуйте, опять работают. И так трижды, на третий раз уже ей дали работу в районном центре, а там по месту все равно не дали работать. Ну, это детали. Суть какова? Почему важно упование на Бога? Родители, они были верны, хотя они проходили через серьезные пытки. Но чем все это закончилось? Приходит какое-то время, через два или три года просто собирали какие-то материалы, начали строительство нового дома. И я просто удивлялся, тогда был еще малышом, как люди тянулись, верующие и неверующие, чтобы что-то помочь. А власть коммунистов, они запрещали неверующим людям что-либо делать, помогать, и сами отказывали в любой помощи. Я помню такой момент, когда были такие работы, где надо много рабочей силы. И по 30 человек, и по 40, и приходили люди неверующие и бесплатно работали. Их за это штрафовали на работе, выгоняли с работы, угрожали. Но люди шли и работали. И когда, казалось бы, уже, ну, крайняя нужда уже, там, люди, тот несет хлеба, тот несет лук, тот несет картошку. Люди, неверующие совершенно, просто Бог их располагал. И они приходили и оказывали помощь. И действительно, я видел то, как уповали на Бога мои отцы и не оставались в стыде, и не были постажены при этом. Время наше вышло, и я вам, к вам обращаюсь, как к своим друзьям. Библия говорит, народ, надейтесь на него во всякое время. Бог нам прибежище и сила. Я не могу обещать вам впереди легкой жизни. А если бы я и сказал это, я бы просто вас немного обманывал. Я не могу вам обещать безоблачного неба, но я знаю того, я знаю того, что кто обращал взор к нему, он постыжен не был и никогда не будет. И мне хочется, чтобы церковь Живой поток это была церковь, которая возлагает, возлагает свое упование на Бога. Какая-то прекрасная жизнь. Вы даже не представляете, вы никогда не будете переживать. Вы никогда не будете жить в расстроенных чувствах. Никакое зло к вам даже не приблизится, потому что упование ваше кто будет? Господь. Я вам этой лучшей жизни желаю. Я знаю, что у вас есть определенная сложность. Бог, который избавлял их, Он в состоянии сегодня помочь тебе. Просто доверись ему и живи просто достойно Бога. Я еще раз повторяю, вот Божий поток. Праведные войдут в них. Имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник. И что? Безопасен. И я хочу сказать, что бегут все, бегут многие, но эти врата открываются только для праведников. И мой совет, приведите в порядок вашу жизнь. сделайте все возможное, чтобы поток Божий протекал через вашу жизнь. Сделайте все возможное, чтобы поток Божий, он протекал в Доме Божьем, в Его храме, где сам Бог присутствует своим Святым Духом. Да будет имя Бога благословенно, Ему вся слава и за эту встречу, и за это служение. Аминь. Мы помолимся. Аминь.